Ессентуки занимают центральное положение среди городов Кафминвод и располагаются на высоте 630 метров над уровнем моря. Это самый молодой курорт Кавказских минеральных вод. Датой его основания считается 1825 год. Однако, минеральные источники были открыты здесь гораздо раньше, и первооткрывателями были лошади. Именно они ходили туда на водополы, а вот люди пили эту воду неохотно, так как она была солоноватой на вкус. Позже, когда были изучены лечебные свойства ессентукской соляно-щелочной воды, оказалось, что она является жемчужиной среди кавказских минеральных вод. На сегодняшний день ессентуки являются крупнейшим питьевым и баниологическим курортом нашей страны. Здесь лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нарушения обмена веществ. Наиболее известными являются источники ессентуки-4 и ессентуки-17. Эту воду знают и пьют во всех уголках нашей страны. Питьевые галереи этих источников расположены на центральной аллее курортного парка. Ессентукский парк искусственный и является центром курорта. Еще в 1847 году князь Воронцов решил посадку деревьев, украсить это совершенно голое и безобразное место. Солдатами было посажено 7,5 тысяч деревьев. Сегодня парк условно делится на верхние и нижние. В верхнем парке представляет интерес здания верхних минеральных ванн. В Нильнин – механотерапия. Особенно красив главный вход в нижний парк. Его украшает центральная площадь, фонтаны и расположена рядом питьевая галерея источника номер 17, построенная еще в 1857 году. Главной же достопримечательностью Ессентуков является грязелечебница. Здание было построено в 1915 году по проекту архитектора Шреттера и представляет собой облик древнеримских терм. До сих пор Ессентукская грязелечебница является одной из лучших в Европе. Большой интерес представляет и новый курортный район Ессентуков – Заполотнянский. Здесь расположен санаторий Виктория и крупнейшая в Европе питьевая галерея, рассчитанная на 5000 посещений в день. Это самая дорогостоящая постройка, завершенная накануне распада СССР. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова